Дмитрий Чаверикин Дмитрий Чаверикин Дмитрий Чаверикин Дмитрий Чаверикин Дмитрий Чаверикин Откуда приехали? Сколько было народу, сколько было участников? Какие были номинации? В целом, я думаю, было порядка 200 участников, потому что были номинации не только, так скажем, брейкинг направления, но и более, так скажем, верхнего стиля танца, такие как паппинг, локинг, хип-хоп и тому подобное. Вот. Именно в номинации по брейкингу были возрастные категории до 10 лет, до 15 лет, от 15 и старше. И также на второй день фестиваля проходили профессиональные уже номинации, в котором я сам принял участие. Вот. Расскажите, пожалуйста, как бороться с профессионалами? Ну, здесь похвастаться совсем нечем, но, так скажем, из 35 заявленных участников я попал в топ-8, ну, что тоже неплохо на самом деле, вот, но это мотивирует на дальнейшую работу над собой, не только над воспитанниками, но и над собой, так скажем. Ну, это хорошо, когда учитель не только что-то говорит, да, но еще и умеет показать свой класс, свой стиль, свое умение. Ну, и в силу возраста, я думаю, я просто обязан это делать. Вот. Сколько у вас сейчас детей занимается? Сколько димитровградцев ездило в Самару? Ну, на сегодняшний день, ну, это, так скажем, уже состоявшийся, так скажем, костяк из, ну, порядка 60 воспитанников, которые на постоянной основе прям занимаются, упорно идут к своей цели, развивают себя. От нас в город Самара ездило 20 учеников, ну, и, соответственно, там родители в качестве поддержки, ну, и я, как тренер-руководитель. Понятно. Скажем, в течение какого времени и где проходило? То есть там есть какое-то специальное место, где проводятся вот такие... Ну, естественно, каждый организатор любого мероприятия, фестиваля, там, брейк-данс-соревнования старается выбрать, ну, так скажем, интересную площадку, так как все-таки, ну, брейк-данс это такая очень молодежная культура, и детям, так скажем, молодежи нравится, когда все такое стильное, молодежное, так скажем, атмосферное. Это была совершенно новая студия, она буквально недавно открылась, где как раз уже самарские ребята занимаются брейком и другими танцевальными направлениями. Ну, то есть для зрителей это было место, ведь это же очень зрелищно, очень красиво. Ну, в брейке, так скажем, нет такого, что прям сидят зрительские места, все усаживаются на свои места. Да, у нас именно, в первую очередь, это атмосфера, это как раз, когда все рядышком друг с другом стоят, так скажем, и создают эту атмосферу эмоций, зрелища, трюков там и, так скажем, самого танца, брейк-данса. Дмитрий, насколько я знаю, сегодня в городе у нас работает губернатор Ульяновской области. У вас была встреча, где была встреча, собственно, какова тема была встречи, ну, кто-то, наверное, еще присутствовал. О чем шел разговор? Чем для вас была интересна эта беседа, эта встреча? Ну, сегодняшняя встреча состоялась в креативном пространстве «Горизонт», и на самом деле обсуждался такой очень важный вопрос на сегодняшний день, не только для молодежи и отдельно там развивающих каких-то культур, но я считаю, как и в целом для всего нашего населения, потому что обсуждался вопрос строительства скейт-парка и вообще в целом такого креативного парка, где будет сконцентрировано много разных направлений уличной культуры, экстремальных видов спортов. Основная тема – это, конечно, строительство именно скейт-парка для ребят, которые занимаются, ну, катаются на досках, на скейте, на роликах. Ну, и ко всему этому мы обсуждаем строительство площадок танцевальных, баскетбольных площадок, так скажем. Сергей Иванович именно сегодня приезжал именно за этой целью, чтобы увидеть и, так скажем, пообщаться именно с теми инициативными людьми, которые, так скажем, всю эту тему продвигают. Вот. Ну, что могу сказать по поводу этого совещания, собрания? В принципе, все положительно. Сергей Иванович дал хорошие прогнозы, одобрил наши идеи. Очень много взрослых людей нас поддерживают, людей, ну, так скажем, влиятельных с нашего города. Все этот проект поддерживают, все хотят его развивать. Ну, а мы, так скажем, молодежь, ну, и те, кто уже постарше этим серьезно занимается, мы как раз находимся именно в самом процессе. И будет зависеть, насколько этот проект реализуется от нас, от самих, ну, и, естественно, от поддержки со стороны финансовой части. На сегодняшний день я считаю, что пока все положительно. Насколько это все зайдет далеко и окажется на деле, думаю, мы в ближайшее время все вместе все это с вами увидим. Насколько я понимаю, речь шла, ну, скажем так, о разных местах, ну, то есть мы говорим о скейт-парке, да, о танцевальных каких-то площадках. Это все будет в одном месте или это все будет, ну, каким-то образом разбросано по городу? Ну, это как раз обсуждается момент, чтобы централизовать это все в один, так скажем, современный такой парк экстремальных видов спорта, как я говорил, и различных танцевальных уличных культур. Вот, все это планируется создать на базе стадиона Старт, вот, там уже рассматривается площадка, очень удобное, хорошее место, как на мой взгляд. Вот, и помимо, так скажем, если все получится, помимо спортсменов, появятся у нас, так скажем, ну, такие ребята, как и скейтеры, уже более на осознанном уровне, на официальном уровне, так это можно сказать, у которых будет свое место, где они уже будут профессионально заниматься и развивать свою деятельность, так скажем. Ну, то есть, мы говорим о том, что будут проходить какие-то состязания, какие-то соревнования, раз это будет какая-то узконаправленная, не узконаправленная, неправильно, площадка для занятий на скейтах, то есть вот там будет все проходить. Ну, безусловно. Вам чем это интересно? Ну, кроме того, что площадка для занятий брейк-дансом, да, это будет, ну, понятно, что еще один, видимо, какой-то момент, где будут, куда будут приходить ребята. Это с какой части города? С соцгорода у вас здесь и так, в принципе, есть? Ну, вообще, изначально это, конечно, площадки, созданные для развития именно нашей молодежи, вот, мой интерес в этом, ну, в том, что помимо брейка я вообще вовлечен, так скажем, в развитие нашего молодого населения, вот. Помимо скейт-парка, как я говорил, будет танцевальная площадка, она будет уже такая, ну, достаточно большая, где как раз мы сможем проводить не только уроки брейк-данса, но и сможем проводить различные там турниры по брейку и уже приглашать к себе различных гостей и делать это уже на более высоком уровне, ну, так скажем, привлекать туристов и гостей в наш город. И хочется, чтобы люди смотрели и приезжали к нам, вот. Каковы планы на ближайшее будущее, прямо вот в нескольких словах? Цель у меня всегда одна, это вывести своих учеников на всероссийский пока что уровень маленькими шагами, но они к этой цели идут. Я вижу, как ребята с каждым днем все глубже понимают суть происходящего и чем серьезным они занимаются, вот. Ну и популяризация вообще не только брейкинга, а именно хип-хоп направления, хип-хоп культуры в нашем городе посредством именно творческого развития. Ну и популяризация здорового образа жизни. Дмитрий, я благодарю вас за беседу. Успехов вам и удачи. И побед. Спасибо. Вас благодарю за внимание. Еще увидимся. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует.